Здравствуйте! Вы смотрите гай.рф видеоверсия. В ближайшие минуты мы расскажем вам о наиболее значимых событиях из жизни Гайского городского округа. Задержано подозреваемое в убийстве мужчины, тело которого найдено во дворе по улице Октябрьская. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой гачанка схватилась за нож и нанесла своему оппоненту удар в шею. Пострадавший выбежал из дома и смог пройти несколько метров по улице, где скончался от полученного ранения. Подозреваемое скрылось с места происшествия и более суток находилось в розыске. Известно, что женщина нигде не работала и ранее неоднократно судима за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время подозреваемая заключена под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Гайчанина осудили за кражу виски. Дважды молодой житель города воровал алкоголь в одном и том же магазине. Первый раз он похитил джин, который стоил 2800 рублей и две бутылки виски на такую же сумму. Попал воришка в магазин, выбив окно. Администрация магазина окно восстановила и обезопасила его решеткой. Однако это не помешало любителю элитного алкоголя вновь проникнуть в магазин и украсть аж 4 бутылки виски. На этот раз его застигли на месте преступления сотрудники охраны. Краденый вискарь пришлось бросить и в спешке покинуть магазин. Учитывая, что подсудимый достаточно молод, суд назначил ему наказание в виде 140 часов обязательных работ. Птицефабрика Гайская удостоена медали по итогам 19-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017». Золотой наградой удостоилось яйцо столовое и деревенское. Стоит отметить, что агропромышленная выставка уже в 19-й раз собирает ведущих агрария в страны. В этот раз на форум «Золотая осень-2017» съехали специалисты, представители 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 стран зарубежья. В Гайском ГОКе стартовала заявочная кампания на отдых и оздоровление детей в 2018 году. Для того, чтобы обеспечить своего ребенка отдыхом в детском оздоровительном лагере «Солнечная горка» или в санатории-профилактории «Горняк», родителям необходимо написать заявление по форме с указанием смены заезда. Форма заявления имеется у председателей правкома цехов и подразделений. Заявочная кампания продлится до 1 декабря 2017 года. Состав гриппа 2017-2018 годов будет несколько отличаться от гриппа в прошлом сезоне. В частности, в этом году грипп будет отличаться штаммом вируса H1N1 по сравнению с прививкой в прошлом сезоне. Так же, как и в последний сезон гриппа, гриппозный спрей для носа не рекомендуется никому в течение всплеска эпидемии. Уже второй год подряд назальный спрей исключен из списка рекомендованных типов вакцин от гриппа. Это лишь некоторые аргументы, которые приводят медики, чтобы продвигать вакцинацию среди населения. Если у вас есть вопросы, касающиеся профилактики этого заболевания, вы сможете задать их 16 октября с 10.00 до 18.00 по телефону горячей линии Роспотребнадзора в Гае 835-362-419-11. В распоряжении редакции портала гай.рф оказалось архивное фото камня, о судьбе которого заговорили даже в администрации города. Глядя на снимок, можно понять, что он должен был стать памятником. Судя по радостным лицам на фото, фотография сделана в момент установки бута на его место. В недавнем опросе горожане пришли к мнению, что лучше камень не трогать. Он вполне себе нормально стоит и никому не мешает. В Гае грядет одно из главных школьных событий осени – конкурс «Мисс Золотая осень», который состоится 4 ноября. Ежегодно на большой сцене Дворца культуры горняков представительницы всех школ демонстрируют свои таланты и борются за корону и титул «Мисс». По традиции конкурс будет состоять из нескольких этапов – визитная карточка, творческий конкурс и дефиле на тему «Цветочные фантазии». Оценивать талант участниц будет жюри. Итак, в этом году за титул «Мисс Золотая осень» будут бороться Вероника Гайдичар – школа номер 3, Дворцова Дарья – школа номер 4, Надежда Макарова – гимназия, Татьяна Воробьева – школа номер 6, Ангелина Родионова – школа номер 7, Ксения Гречихина – школа номер 8 и Ирина Ивакина – школа номер 10. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, а также в паблик-чате Вайбер. Телефон горячей линии редакции – 50100. Всего доброго, до свидания.